Какое у тебя было самое кринжовое свидание? В городе Екатеринбурге. Я пошла на свидание с одним парнем, владельцем клуба на тот момент, не помню название. И мы пошли в кино. Он сразу заявился как психолога. Он покупает попкорн, спрашивает, хочу ли я. Я говорю, да. И он такой, типа, пополам счет. Что я должна заплатить за себя за попкорн. Ему уже, когда он купил. Нет, он просто взял, типа, все, заказал и говорит, а девушка оплатит вторую часть. Я его послала на три буквы. Прямо на месте уже? Да, я сразу при всех. Как он отреагировал, в общем? Засмеялся, начал доказывать, что... Ты меркантильная. Да, что я меркантильная, что я сука. Не помнишь, как его зовут? Нет. Нет? Ну ладно. Не, я не хочу. Ну, может, к нему обратиться? Вот так, владелец клуба Екатеринбурга. Ты кто? Привет. Привет. Как же бедным бабонькам-то до сих пор рвет пукан от того, что мужчина предлагает им либо заплатить за себя, либо разделить счет пополам? Как это так? Ну, принцесса же. Ну, как минимум принцесса, а как максимум просто богинюшка. И знаете, я скажу так. Женщинам пора бы снять вот эту корону и понять, что нет ничего плохого в том, чтобы ты заплатила сама за себя. Потому что, ну, вот в моем понимании, если ты позволяешь мужчине платить за себя, то, скорее всего, так нельзя думать. Но тем не менее, что ты ему что-то должна. У меня, в принципе, такое правило по жизни. Это не касаемо мужчины, это касаемо в целом к людям. Если человек дал тебе добро, ты должна дать ему так же, ну, отблагодарить. Это некий закон баланса, что ли. То есть закон кармы. В моем понимании нужно благодарить. Другое дело, что, да, одно дело, вернее, другое дело, что если тебе купили стакан кофе, потребовали, и входит в гриву, отработает. Ну, это бред сивой кобылы, это логично. Но угостить человека, угостить мужчину, да, или заплатить само за себя, это не есть плохо. Это нормальная реакция, это нормальное поведение. Но когда баба вот это вот начинает психовать, потому что считает это неким оскорблением, это говорит о том, что она по большей части инфантильная. И все. То есть нету никакой зрелости у женщины. Это факт.